Чешская оружейная школа По большому счету Чезет Брэн – это целое семейство стрелкового оружия пехоты, состоящее из таких образцов, как Чезет 805 Брэн, Чезет 807 и Чезет Брэн 2, которые разработала и выпустила компания Ческосброевка Угерский Брод. Чешская оружейная школа Сходство с АК-74 было очевидным, за исключением ряда различий в дизайне, прицелах и предохранителя. В конце 85-го года новый автомат пошел на испытания, после которых в ноябре 1989 года должно было начаться его серийное производство. Однако наступил период 90-х и проект закрыли. Но в конце 20-го века проект «Лада» возобновили, поскольку Чешская республика стала полноправным членом НАТО, и ей захотелось иметь свое собственное оружие под НАТОвские патроны. У всех было по три ствола разной длины, чтобы использовать новый образец оружия в качестве штурмовой винтовки, карабина ближнего боя и винтовки для снайпера. Все они активно продвигались на международных выставках. Однако Чешская армия лишь в ноябре 2009 года наконец-то решила объявить тендер на новую автоматическую винтовку. В мае 2010 года армия попросила внести изменения в конструкцию, прежде чем винтовка могла быть принята на вооружение. Потребовалось изменить приклад, пистолетную рукоятку, а на затворе количество запирающих выступов уменьшить с 7 до 6. Чезет 805 выиграла и 18 марта 2010 года наконец-то пошла в армию. В винтовке используются легкие сплавы, сталь и пластмасса. Конструкция модульная, имеет газовую автоматику с вращающимся затвором и кованым хромированным стволом. Спусковой механизм состоит из отдельного съемного блока, основными компонентами которого являются спусковой механизм с прерывателем и четырехпозиционным переключателем режимов огня. Приклад, в отличие от популярной винтовки М16, может складываться поворотом вправо и в то же время он телескопически регулируется. Оружие оснащено рельсовой планкой «Пикатинни», которая идет вдоль всей ствольной коробки. Кроме верхней планки имеется еще и нижняя, и две на обеих боковых поверхностях, что позволяет устанавливать на винтовку самые различные аксессуары. На дульном срезе ствола в стандартном исполнении может крепиться пламя-гаситель, наконечник для тренировочной стрельбы и глушитель. Срок службы ствола рассчитан на 20 тысяч выстрелов. Технический срок службы винтовки в целом не менее 20 лет. Эффективная дальность огня штурмовой винтовки ЧЗ-805 БРЕН-А1 составляет 500 метров. Карабин ЧЗ-805 БРЕН-А2 отличается от нее лишь укороченным стволом, дальностью 400 метров и меньшим весом. В октябре 2015 года на предприятии было объявлено, что оно готово предоставить армии более легкий образец своей винтовки под названием ЧЗ-БРЕН-А2. Она была разработана с целью замены ранее принятой на вооружение чешских вооруженных сил винтовки ЧЗ-805 БРЕН-А1. Причиной решения о замене стали нарекания на недостатки конструкции модели 805. Среди них высокая стоимость оружия в сравнении с зарубежными аналогами, большая общая масса и крупные габариты, плохой баланс во время стрельбы, подвижная во время стрельбы рукоятка затвора, неудобный рычаг переводчика-предохранителя и рычаг взвода затвора, а также ряд других недостатков. Основной отличительной особенностью нового оружия является значительное снижение веса. Винтовка стала легче на 530 граммов. Используются стандартные НАТОвские станак-совместимые магазины от американских винтовок М16 и карабинов М4 различных модификаций. Кроме того, ЧЗ-БРЕН-2 получил дублированные рычаги затворной задержки и защелки магазина, которые теперь находятся еще и внутри спусковой скобы перед спусковым крючком. Далее были разработаны еще несколько вариантов ЧЗ-БРЕН-2. Чешский производитель стрелкового оружия ЧЗ без особой скромности решил назвать обновленный вариант штурмовой винтовки ЧЗ-БРЕН-2 лучшим автоматическим оружием. Понятно, что производитель по определению должен расхваливать свою продукцию, но все же заявление о лучшем автоматическом оружии в отношении винтовки – более чем смелый шаг. На этом пока все. Еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках.